Не могу, к сожалению, поздравить сегодня с победой, но тем не менее из группы вы выходите. Расскажи, почему так эмоционально, почему так переживали? Ну, потому что хотел занять первое место. Хотя не думал, что сейчас команды, которые нам могут попасть с первых мест, будут реально сильнее, чем те, которые заняли второе место. Поэтому не скажу, что сильно расстроились, но я больше, наверное, отмечу, что хотелось принципиально китов обыграть, потому что мы с ними играем какой раз, и ни разу их не обыгрывали, что в регулярке, что здесь, что на паркете. Поэтому это какой-то несчастливый для нас соперник, и было как-то принципиально, что ли. И вот, не знаю, мне, как показалось, мне достаточно равная игра была, но опять нам чего-то не хватило, опять все два гола в конце привезли, и, может, даже незаслуженно проиграли. Да, и вот в первом тайме особенно смотрелись, если честно, прилично, сильнее, и, в общем-то, владели больше. Как считаешь, почему не удалось все-таки распечатать ворота? Нет, ну, в первом тайме мы забили один, правда, со стандарта. Ну, да, как-то в первом тайме мне показалось даже, что обе команды играли какой-то антифутбол, киты больше сели, и на наших ошибках, на контратаках пытались играть, и мы больше владели. Хотя как раз мы хотели играть на контратаках, но так получилось, что они нам мяч отдали. Ну, а, ну, владеем мы не особо хорошо мячом, поэтому, наверное, вот только один мяч из стандарта. Ну, и в конце вот этот жест с пятым полевым – это отчаяние и надежда, что все-таки докатаете? Нет, это не столько отчаяние, сколько мы заранее предполагали, что, возможно, придется катать пятого. Скорее, даже не столько придется, сколько хотелось попробовать, насколько мы сейчас готовы катать пятого, потому что все-таки плей-офф уже на носу. И, ну, хотели посмотреть, как это будет выглядеть, и так все получилось, что нам ничья не шла, нам нужна была победа, и мы пропустили третий до конца две минуты, и, наверное, последний шанс был попытаться пятого и забить два мяча, но в итоге только пустили один. Ну, и в плей-офф, может быть, есть какие-то соперники, с кем будет так же интересно, как с китами играть? Ну, с мафией, наверное, будет интересно поиграть, но сейчас, ну, до конца же еще неизвестно, кто первые места занимает, поэтому, ну, каких-то предпочтений нет, наверное, может, есть там парочка команд, на которые очень не хотелось бы попасть, но, в принципе, без разницы, с кем играть. Продолжение следует...